Есть церкви без определенного видения. Как вообще вы смотрите на вот такие церкви? Есть ли у них вообще перспектива и будущее? Да, Николай, это я отношу к большой проблеме многих общин, что они как поместная община не имеют какого-то направления, какой-то стратегии, каких-то задач. Они просто собрались, помолились, спели и все. На этом как бы их миссия закончена. Может быть это жестко звучит, но для меня это хождение вокруг горы. В принципе это тоже видение было для Израиля. 40 лет, пока не перемрете, будете ходить. Ну что, сидите, конечно надо ходить, ноги разомнешь. Но это жестоко. Написано в псалмах где-то, что Бог погубил дни их в суете и лета в смятении. То есть суета — это в суе, это пустое, в этом нет смысла. А к чему тогда смысл сводится? Ну к тому, что вы наказаны, но я вас не буду убивать сразу, вы просто будете медленно умирать. И что мы будем делать? Ничего. Будете ходить просто вокруг горы. И Бог их сопровождал, Бог их не бросил, Бог их питал, учил. То есть это не было такое, что Бог от них отказался. Ну-ну-ну, это Божий народ. Но в целом это такая пауза затяжная, тяжелая. И это форма наказания. Когда люди не слышат голос Божий и не делают практические шаги в послушании, они просто проводят дни в суете. А когда только появляется, загорается сердце, и Бог дает какое-то направление, у тебя сразу собирается вся энергия. Ты по-другому дышишь, ты по-другому молишься, ты по-другому живешь. То есть Бог может на тебя рассчитывать, Он может тебя сделать своей посудой, орудием, инструментом. Совершенно другой мир открывается, совершенно другой смысл открывается. Я недавно встречался с одним пастором здесь, в нашем городе, в очень консервативной церкви, наверное, самой консервативной церкви нашего города, славянской. И я вот его слушал и спрашивал вообще, а что вот в церкви видение? Он говорит, у нас 11 хоров, 11 хоров. И он меня завел в комнату, где репетируют эти хоры. И я посмотрел просто эти фотографии, там три или четыре детских хора, два юношеских, три там молодежных, четыре взрослых. Это всё. То есть всё. Они просто ротируются, поют, молятся. Я говорю, а неверующие люди могут к вам прийти? И они не знают, что с этим делать. Это новое сырьё. И я говорю, ну как? Короче, я не знаю вообще, с какой стороны даже вопрос формулировать. И я не умею это. Я не знаю, как разговаривать, как жить. Я не умею это делать. Потому, да, это тяжелейший случай. Но эти люди мне амиши напоминают. То есть их задача — это сберечь, это презервировать. Это банку, которую закрутили, законсервировали. И они боятся, что если ты её откроешь, воздух попадёт туда, всё начнёт портиться. Потому ни в коем случае нельзя открывать. Ни в коем случае. Никто другой, инородный, не должен сюда прийти даже. То есть, ну это вообще... Это полностью против миссии церкви. Чем должна церковь заниматься? Потому трагедия намного больше, Николай, чем мы думаем на самом деле. Вы прослушали фрагменты из курса «Церковь и её устройство». Приглашаем вас пройти онлайн-обучение вместе с другими студентами на платформе forspirit.org. Набор в группу уже открыт. Не пропустите этой возможности.